МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курдского населения, по крайней мере, бегством стремительного ухода американских вооруженных сил называют многие антиамериканские средства массовой информации. В нашей студии сегодня журналист Майкл Васюра и эксперт-политолог Икбаль Дюре. Мы будем разбираться в том, что происходит сегодня на севере Сирии. Икбаль, вы сами курд по рождению, вы выросли в Турции, получили образование в Турции. Но тем не менее, как сегодня курды и Турции, и Сирии смотрят вообще на то, что произошло с их соотечественниками, с их соплеменниками в результате ухода американцев? Вы знаете, во-первых, могу четко сказать, что впервые за последнее время курды объединились. У них единое мнение в отношении того, что происходит. В отношении чьей политики? Турецкая, американская или российская? Вы знаете, первое, что произошло, все курды объединились и все воспринимают то, что происходит, не как анти-РПК-скую или анти-Передийскую операцию. Давайте поясним зрителю, что РПК – это рабочая партия Курдистана, которая борется против турецких властей. То, что происходит, воспринимается анти-курдское. Вот это очень важно. Не важно, то есть курды воспринимают это не так, как американцы оставили ПЭД, сирийские демократические силы. То есть это те группировки курдские, которые действовали на территории Сирии. Да, и Турция не борется против них, а весь курдский народ, то, что происходит, воспринимает, что это анти-курдское. То есть вся глобальная политика, будь то турецкая, российская или американская. Да, воспринимается как анти-курдское. Это новое явление среди курдов. Обычно курды не умеют объединиться. Это раз. Потом то, что произошло, то, что американцы ушли. И победителем в данный момент выглядит Россия. Это правда так. Но с другой стороны, посмотрим, как. Как вот Майкл меня исправит, если я не то скажу. Есть вот политик win-win game. Есть еще win-lose game. То есть в первом случае вы выигрываете, выигрываете, выигрываете. То есть постоянно. А в другом случае вы выигрываете, теряя. Да. Как это так? Так, смотрите, на самом деле никто, ни один из участников этого кризиса не получил то, что он вначале хотел. Давайте, Игбаль, мы к этому вернемся чуть позже. Вы мне скажите, пожалуйста, Майкл, это вообще что было? Зачем американцы столько лет вкладывали деньги, оружие, людей посылали для поддержки курдов, чтобы в один момент их просто оставить один на один с режимом Асада, с правительством, с вооруженными силами Турции. Что это было? Вы можете объяснить нам? Нет. Это такой же вопрос, который все журналисты в Америке сейчас сами задают Трампу. Да. Потому что никому не понятно, почему мы ушли особенно таким образом. Понятно, что американцы не могли бы остаться на севере Сирии навсегда. Да. Но уходить таким образом внезапно через твит нельзя. И мы видели последствия. Даже его объяснение, что он стремительно выводил войска, чтобы сохранить жизни American guys, американских парней, тоже не работает. Конечно нет. Потому что они не были в опасности. И имиджевые потери США огромные. Огромные. Конечно. Америка точно проиграла в этом. Россия, я бы не сказал, победила. Ну, Россия, конечно, является теперь жандармом района. Россия, самое главное, и военные, и дипломатические силы в этом районе сейчас. И вы играете роль, которую американцы играли раньше. Игбарь, возвращаемся к вопросу о том, кто что приобрел и кто что потерял в последнюю неделю на севере Сирии. Значит, для Турции не могло быть лучше, для курдов могло быть хуже, а для России, как есть, вроде бы пока нормально. Что я имею ввиду? Смотрите, курды хотели получить, как минимум политическую автономию, не получили. Турки хотели зайти глубже, вглубь сирийской территории, не смогли зайти. Американцы хотели бы стравить арабов, курдов и турок, у них тоже этого не вышло. А Россия хотела, чтобы Турция покинула Сирию? Но она тоже не покинула. То есть, я именно поэтому сказал. То есть, все стороны этого конфликта остались, вроде бы что-то получили, но не в полной мере. Вот именно так и произошло. Но мне кажется, что тут американцы ведут очень непростую игру. Во-первых, они из Сирии не ушли. Вот сегодня заявили... Вы не ушли из Сирии, Майкл? Нет. Еще непонятно. Еще непонятно. Я знаю, что американцы оставили за собой нефтяные месторождения. Это то, что Трамп сказал. Очень непонятно, как 100 американцев будет остаться на острове у нефти и защищать эту территорию. Как бизнесмен бросил неприбыльный актив, неприносящий прибыль, курдов бросил. А прибыльный актив, profitable, нефтяные скважины он оставил за собой. Не согласен. Потому что курды очень-очень прибыльный актив. Они защищали эту территорию от ИГИЛа. И пока и американцы, и курды держали эту территорию, все было стабилно. Мы видели сразу, что было после того, что этого стабилности не было. Благодаря России это вернулось пока. Но, может быть, это время. Многие эксперты считали, что американцы поддерживают курдов для того, чтобы ударить по Турции. Подорвать позиции Эрдогана. В том числе добиться его смещения с поста руководителя Турции. Сами курды как смотрели на эту ситуацию? Неужели они верили в то, что американцы на самом деле хотят создания курдского государства? Мне кажется, что ни американцы, ни Европа не хочет, чтобы в Турции сейчас возникла нестабильная ситуация. Это никому не выгодно. Если бы американцам это нужно было, американцы это могли делать и без курдов. Экономическими санкциями, от которых они отказались. И Европе это не нужно. Потому что не нужно Европе, чтобы Турция превратилась в Ирак. Помните, как это было? Просколотый Ирак. Поэтому я думаю, что проблема всего, что происходит с точки зрения Турции, мне кажется, что вопрос тут очень простой. Это нерешенность курдского вопроса внутри Турции. Поэтому Турция боится очень из любого случая приобретения политического статуса курдами, где бы ни было. Сколько процентов населения Турции это курды? Тридцать процентов, по-моему. Да. Это реально. Тридцать процентов населения Турции это курды и Анкара боится того, что... Если, допустим, у курдов в Сирии будет статус, даже автономия, как он... В глаза посмотри своему народу, так просто говоря. Вот это причина. Вторая причина, это все-таки, наверное, амбиции Эрдогана самого, да? Тоже он хочет войти в историю, как второй Ататюрк, да? Да. Масул, Киркук. Собиратель турецких земель. Но я думаю, что именно этот вопрос тоже очень важен. Даже порой мне кажется, что он курдский фактор использует в Сирии для реализации своих основных целей. Я не думаю, что для Турции сирийские курды являлись серьезной опасностью. Это, скорее всего, повод. Майкл, самый близкий союзник США в этом сложном регионе это Турция. Да? Член НАТО. Да? Это удивительно мне, и, скорее всего, удивительно нашим туркам. Ни Иран, ни курды, ни Сирия, ни Россия не являются такими близкими союзниками США, как Эрдоган. Зачем США годами создавали эту угрозу для Эрдогана, поддерживая курдов деньгами и оружием? Пока мы поддерживали курдов, не были никакие конфликты между Турцией с курдами. То есть вы еще миротворческую роль там выполняли? Именно. Именно. Да. И если бы Турция была бы готова воевать против ИГЭЛ своими силами, тогда наш партнер в этой борьбе был бы турки. Но они были не готовы. Курди были готовы воевать за эту землю. То есть, с вашей точки зрения, вполне логично, что американцы сейчас именно ушли, потому что они выполнили основную задачу. ИГЭ разгромлена. Ракка взята, в том числе при поддержке курдских сил. Теперь можно уходить. Это логика Трампа. Это логика Трампа. Если вы верите, что да, у ИГЭЛа нет территории прямо сейчас. Трамп считает, что это обозначает, что у ИГЭЛа нет. К сожалению, люди и мысли, у которых их были, живут. Вы знаете, не просто живут. Вы знаете, сколько десятков тысяч сегодня боевиков фактически содержатся в тюрьмах на территории сирийского Курдистана. Да. Когда американцы ушли, они практически остались с открытыми воротами в этих тюрьмах. Именно поэтому это было глупость со стороны Америки. Так, серьезного инцидента нет, связанного с их побегом, но пока они в тюрьмах. Знаете, я вот отвечаю на ваш вопрос, хочу сказать, а что американцы делали плохого Турции? Они же подарили новую часть сирийской территории Турции. Ничего плохого они не сделали. Это Россия остановила. Создали повод для того, чтобы турки могли зайти вглубь сирийской территории и создать зону влияния. Американцы то, что можно было руками курдов сделали, победили ИГИЛ. Понятно, что они не ожидали от Турции серьезного, чтобы Турция серьезно воевала против ИГИЛ. Этого не могло быть. Курды это сделали. Теперь есть другие задачи, для реализации которых курдов мало. Нужна более мощная сила. Сейчас их надо туда запустить, зафиксировать. Обратите внимание на условия позавчерашнего договора. Там российская сторона согласилась с тем, что турецкие силы там остаются бессрочно. Значит, выборы пройдут в Америке скоро. Ну, вернутся, там уже их ждет не какие-то курды. То есть, американцы начнут новый угол. Да. Уже там, в Сирии, их ждут не курды, а член НАТО. Скажите, пожалуйста, Игбаль. Тут факт, что американцы не поддержали создание курдской государственности в Ираке и не поддержали создание курдской государственности в Сирии. Это же напрямую говорит о том, что американцы просто используют вас как инструмент, как пешек в этой сложной игре. Почему же курды настолько наивны, что они верят каждый раз американским обещаниям? Нет, не верят. Дело в том, что, во-первых, курд, американцы пришли к курдам в Сирии не просто так ради красивых глаз. Они сначала попробовали других сил. Помните, да, даже много денег им дали, обучали. Оружие. Да, оружие и так далее. Которое все переходило. У них это не прошло, этот номер. В тот момент курды хотели с Россией. А Россия, чтобы не испортить отношения из-за курдов с Турцией, с Ираном в том числе, не рискнули. Оставили их. В тот период американцы попробовали курдов. С курдами у них получилось. И так эта ситуация развивалась. Потом американцы еще думают, что курдский фактор на Ближнем Востоке, он остается. Он хороший инструмент, но туда надо вкладывать и выстрелить, не выстрелить такая инвестиция. Пока не ясно. А в России, тем более, не любят долгосрочные проекты. Здесь нужно быстрые деньги. Поэтому ситуация с курдами пока открыта. И даже для американцев. Я не знаю, что завтра Трамп выкинет. Знаете, по поводу курдов. Я не знаю. Я так думаю, что сами американцы не знают, чего ожидать от Трампа. Но, скажите, пожалуйста, вот на этой сирийской войне, которую начал не Трамп, Трамп больше потерял или приобрел все-таки для того, чтобы выдвинуться на следующий срок, переизбраться? Если бы я знал. Это покажут выборы. Да, точно. Но все эти заголовки демократических средств массовой информации США о том, что Трамп отдал Сирию в руки Путину, о том, что Трамп бежал с поля боя, о том, что Трамп подарил победу фактически Путину, о том, что Трамп сделал Путина самым влиятельным политиком в мире. Это же самый главный результат для американского избирателя, чего добился Трамп в течение трех-четырех лет своей провальной политики на Ближнем Востоке. Мы не очень много обращаем внимания в Путин. Ну, Путин действительно уже не является угрозой, не является... Для США. Ну, страшилкой. Да, для США и особенно для избирателей. Да, это факт, что либеральные каналы критикуют Трампа за то, что он ушел из Сирии. Консервативные каналы также критикуют Трампа за то, что он ушел из Сирии. Поэтому нам вообще непонятно, почему он это сделал. Но, тем не менее, есть возможность, чтобы простые избиратели, которые поддерживают Трампа, будут поддерживать эту линию, потому что Трамп это сделал. Время покажет. А скажите, пожалуйста, напоследок, какой политики вы сейчас ожидаете в отношении Эрдогана? Эрдоган на фоне бегства американских вооруженных сил тоже усилился в регионе. И он все еще остается ключевым партнером и союзником США. Но при этом он уже ведет достаточно самостоятельную политику. Он покупает систему С-400 у России. Он готов уже покупать российские истребители. Верите ли вы в то, что США могут потерять этого союзника? Конечно, да. Интересно, что Трамп не делает ничего против Эрдогана. Очень правильно было сказано уже, что Турция победила. Турция получила участок земли почти бесплатно. Для Эрдогана это очень хорошо не только для геополитической амбиции, но и для внутренней политики. Потому что мы помним, как в Стамбуле его партия проиграла на местные выборы. Теперь Эрдоган стал сильнее. И для Эрдогана Трамп это подарок. Если демократы победят на выборы в следующем году, конечно, американская политика меняется в отношении Эрдогана. И возможно, невероятно, но возможно, Турция уходит из НАТО. Это возможно. Интересный расклад. Как мы видим, по итогам правления Дональда Трампа и по итогам бегства американских вооруженных сил с севера Сирии резко усилились позиции Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана на международной арене. Что ждет наши страны за следующим поворотом, покажет время. Не переключайтесь. Увидимся в следующий раз в этой же студии. Редактор субтитров А.Семкин